Рабочий процесс, когда готовится документация, с чего начинается? Начинается она с формирования заказа на документацию. Заказчик выдает техническому писателю какое-то задание на подготовку документации пользователя. Технический писатель может быть внешним. Это может быть какой-нибудь фрилансер, которому можно дать заказ. Если система сложная, корпоративная, то вероятнее всего технический писатель будет в этой компании находиться. Но тоже не факт. Формулируются и уточняются следующие вопросы. Это требования к документации пользователя, порядок изучения техническим писателем программного продукта. То есть как он его получит, где запускать будет. Все же еще зависит от этого. То есть программа может быть такая сложная, ну или распределенная, что будет некоторая трудность с ее запуском, с доступом в систему и так далее. Также календарный план работы, некоторый порядок реализации ее этапов. Кто будет консультантами, то есть некоторые ответственные за предоставление техническому писателю необходимых сведений, доступа и так далее. Приемщик. Некоторое лицо ответственно за прием готовой документации пользователя. Работа над документацией завязана на взаимодействии или общении технического писателя с консультантами. То есть каким-то, возможно, руководителями проектов, которые хорошо знают о системе. Программистами, аналитиками, постановщиками задачи, ну и реже каким-то менеджерами по продаже. Технический писатель занят подготовкой текста. В оговоренном заранее порядке он получает доступ к программному продукту и знакомится с его возможностями. Обсуждения с консультантами касаются только вопроса о корректности, излагаемых техническим писателем возможности системы и получения какой-то дополнительной информации. Сдача готовой документации происходит следующим образом. То есть документ передается рецензенту, который предоставляет свои замечания, исправления, какие-то дополнения. Рецензентом может быть, вообще говоря, и сам приемчик. Приемщик и технический писатель обсуждают вместе поступившие от рецензента замечания. Устанавливают приоритеты их учета, то есть какие погрешности исправить, а какими пока что можно пренебречь до поры до времени. Если в требованиях к документации серьезную роль играют такие формальные требования, как язык, стиль, стандарт, тогда назначается уже корректор, лид-редактор, норм-контроллер. При составлении документации следует принимать в расчет тот факт, что пользователь работает в определенной рабочей среде. То есть это устройство, то есть компьютер, терминал, смартфон, электронная книга, навигатор. То есть на чем-то он что-то запускает, чтобы это протестировать. То есть операционная система, то есть тоже накладывает определенные ограничения, определенные особенности того, как будет работать программное средство, того, как оно будет выглядеть и как с ним взаимодействовать. Также это какие-то сторонние программы, которые хранятся на доступных устройствах. Так нет, это данные, которые хранятся на доступных устройствах. То есть наша программа, она может работать с какими-то источниками информации, либо они могут находиться либо на устройствах, либо удаленно как-то. Может быть надо организовать подключение удаленного ресурса, которые и эти возможности заложены в нашу программу. Периферийные устройства, подключенные к рабочему устройству. И доступные через сеть сервисы. Все эти составляющие могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на работу документируемого продукта. По этому поводу составляются рекомендации и предостережения. Также важно чувствовать разницу между программным продуктом и его установкой. То есть установок может быть несколько. Каждый со своими параметрами, настройками, какими-то возможностями ограничения. То есть даже сам внешний вид может отличаться. Что важно отразить в документации. Документация описывает программный продукт. Пользователь работает с установкой уже. Технический писатель должен тщательно отразить в документе, как рабочая среда влияет на возможности и особенности работы программного продукта. Рабочую среду мы с вами описали, что туда входит. Основные отражаемые в документе вопросы – это как и в каких формах продукт присутствует в рабочей среде. Как организованного времени работа с программным продуктом и как начать и завершить работу с программным продуктом. Пользователь ведет диалог с системой в целом. Ему необходимо понимать, какие ее компоненты выполняют то или иное действие, решают ту или иную задачу. Это понимание особо необходимо в тех случаях, когда возникают какие-то реальные проблемы. То есть конфликт из-за ресурсов или данных. Определенная операция требует настройки сторонних программ. Либо в результате нарушения канала данных выдается иной ответ на запрос. То есть это реальные проблемы. Поэтому нужно понимать, как вообще выполняются те или иные действия. Техническому писателю необходимо внимательно ознакомиться с архитектурой системы и характером взаимодействия ее компонентов. Поэтому зачастую в документацию включаются описания компонентов, каналов передачи данных, процессов и процедур внешних по отношению к программному продукту как к таковому. Пользователь может быть целевым, то есть обычным, и каким-то служебным, допустим администратором, который занимается установкой и настройкой. То есть администратор же, он тоже должен понимать, как работает система, ему тоже нужна документация. Вот эта документация как раз может и на администратора быть рассчитана в том числе. То есть нужно учитывать вот эти моменты, для кого создается, для целевого пользователя, для администратора, который занимается параметрами и настройкой. Для последних, ну то есть для администраторов, и других каких-то служебных лиц, документация, естественно, составляется особое, то есть там свое требование к разметкам всевозможным, к структуре для того, чтобы служебный персонал мог быстрее ориентироваться при решении проблем. Программные продукты могут быть много ролевыми. Например, в программе электронного документа оборота и делопроизводства могут быть следующие роли. Это исполнитель, тот, кто готовит документ, передает его руководителю или делопроизводителю. Это руководитель, который подписывает, утверждает документ. И делопроизводитель, тот, кто регистрирует документ и отправляет его руководителю. Продолжение следует...